Пять интересных деталей в Стардио Валлии, о которых вы не знали. Это канал Стардио Пипл, и мы начинаем. Сейчас я перечислю три предмета из Стардио. Сапоги Лепрекона, чайный набор и эльфийский клинок. Что из этого вы встречали в игре? На самом деле, это чуть ли не самые редкие вещи, и имея в игре больше 500 с плюсом часов, вы спокойно могли никогда не узнать про сапоги Лепрекона, например. Эти сапожки падают только с вагона поезда, и по всей видимости с небольшим шансом. Чайный набор можно получить лишь на Перезимней Звезды с 6% шансом от любого взрослого NPC, кроме Клинта, Эвелин, Марни, Робин и Вилли. 6% шанс раз в год. И не от каждого NPC еще. Это очень редкая штука. Эльфийский клинок, костяной клинок и бедро были добавлены в обновлении 1.5 и могут выпасть из сундуков в шахте, но только при условии, если у вас стоят смешанные награды. Другим способом их не достать, а если еще учитывать, что они имеют лишь шанс выпасть из сундука, это делает их довольно редкими. Ну и самое интересное – Пенни. Если вы поженитесь и наберете 14 сердец, запустится катсцена, где Пенни предложит 3 варианта декорирования спальни. Вы можете выбрать лишь один вариант из трех, в каждом из которых вам станет доступен уникальный декор, который больше нигде не достать. В одном прохождении лишь один вариант из трех уникальных. Вот такая вот прикольная фишка у Пенни, но давайте теперь поговорим о других брачных кандидатах – Лея и Элио. После женитьбы с Леей она переедет к вам на ферму и… Никогда не вернется в свой дом. Теперь он будет постоянно пустой. Довольно странно, но в этом есть большой плюс. Вы сможете заставить ее дом чем угодно – бочонки, катки, кристалляриумы. И все это никто из жителей не снесет. Это теперь халявный сарай. Та же история и с Элиотом. Он никогда не вернется домой после женитьбы, и его дом также можно будет использовать для своих целей. Получается, перед вами два самых выгодных кандидата для брака. Но Лея все же круче. У нее дома места побольше. Следующий факт про крабов. Вы знали, что если начать разводить крабов в пруду, то пока они размножаются, вы успеете сделать кучу дел. Во-первых, подписаться на Шишая. Во-вторых, дать крабам немножко глины. В-третьих, дать им кварцу. В-четвертых, поставить у Шишая колокольчик. И, конечно же, улететь с ним в космос. На слоне. Крабиков можно с собой взять, если хотите. О, куда лечу, вообще непонятно. Сейчас меня куда-то слон притащит, чуваки. Но самое интересное то, что когда в пруду наберется 10 крабов, на следующий день Вилли удивится, и как настоящий любитель крабов, наградит вас жемчужиной. Приятный такой секретик. Правда, если вы все-таки не сходите в гости к Шишаю, Вилли, конечно, даст вам жемчужину, но будет явно недоволен. Кстати, вы знали, что лейку можно наполнить на кухне? Вот так подходишь, бултых, набрал лечку и побежал. Ставь лайк, если знал. Если нет, жду комментарий. Типа, блин, да, это настолько мелкая деталь, которая не особо тянет на целый факт для видоса, но вы знали об этом? Я нет. Вы удивлены? Если да, то факт хороший. Поэтому лайкосик по любому смысла сюда. Точно так же я бы не узнал и о том, что деревья можно садить прямо в пол теплицы. Я знал это, но знали ли вы? Я просто недавно задумался, это же настолько неочевидно, и если бы я никогда не натыкался на вот такие скрины, я бы и в жизни ни разу не попробовал бы жмякнуть саженец в пол. Вообще непонятно, как оно работает. Очень странно, очень. Ну типа там нарисован пол. Как я пойму, что туда можно что-то садить. Да, два последних факта были не очень большими, но если вы хотите больше контента по старде, советую посмотреть ролики Шишая. Да, все-таки перейдите по ссылке в описании, не пожалеете. Спасибо спонсорам на Бусти за поддержку, вы лучшие, ребят. Те, кто не подписан, тоже, кстати, можете стать лучшими, всего лишь за 25 рублей. Ну или просто посмотрите вот этот ролик. Так тоже можно. Спасибо. Спасибо.